Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился действительно во всех отношениях годный набор. Вам предлагают Камф Панзер 70, это премиумная машина 9 уровня, и вам предлагают Скорпиона G. Мне чем нравится этот набор в первую очередь, тем что здесь положили две машины, консоли принципиально разные, с абсолютно разным геймплеем. Это не два тяжелых танка, не две ПТ-шки, это тяжелый танк и ПТ, которые позволяют вам получить два абсолютно разных по стилю танка и разных по стилю их реализации, что, соответственно, расширит диапазон ваших впечатлений от игры на них. Что касается набора, 15500, две машины, два легендарных внешних вида, курица, которую бьет током, плюс по 20 штук Х5 на каждую из машин, и на каждой из них вы реально сможете неплохо их реализовать и им существенно поднять свои копилки элитного опыта. Плюс к тому, ребят, здесь есть открытое все оборудование, что по моим подсчетам поможет сэкономить в районе 5 миллионов серебра, а согласитесь, эта сумма довольно немаленькая. Ну и плюс к тому, вам в нагрузку еще дают три контейнера мистических, из которых, возможно, если вы фартовый, вам еще и упадет что-то. Короче говоря, ценник, ну прям совсем сладкий, и набор действительно в таком случае становится, ну еще более годным. Что касается Камф Панзера 70, покупая его отдельно, в голом состоянии, вы за него заплатите 10 тысяч. И лично я, как владелец данной машины, считаю, что 10 тысяч для данного танка, это вполне адекватная, нормальная цена и абсолютно незавышенная. Что же касается Скорпиона G, то Скорпион G действительно не стоит 8,5 тысяч, золотая цена ему в голом вот в таком состоянии, пускай 7. Это вот прям с натяжкой, потому что машина действительно сложная в реализации для многих игроков, потому что она большая по высоте, полностью картонная, ну и, соответственно, пробивается всеми, кем не лень. Ну и приводит это все к тому, что жить долго в боях, как правило, у новичков не получается. Короче говоря, в составе набора действительно жирно выходит. И если вы посчитаете за Кампанзера 70, 10 тысяч, как он и стоит, но в придачу вы еще получаете x5 на него и легендарный внешний вид, то тогда за Скорпиона G вы платите всего лишь 5,5 тысяч за его легендарный внешний вид, машину, 20, x5. Короче говоря, все действительно классно. А в подарок еще и три контейнера. Именно поэтому считаю набор очень хорошим. Что касается того, чем сейчас займемся, мы выкатим Кампанзера 70, потому что я считаю, что в данном наборе все-таки он будет постарше, поважнее. Ну а в следующем видео выкатим с вами Скорпиона G, для того, чтобы вы смогли его полноценно заценить. И если вас интересуют честные обзоры на ту и на другую машину, то ссылочки я добавлю в описании. Что касается Кампанзера 70, машина годная, машина классная. Не во всем, конечно, он не настолько имбово забронирован, как хотелось бы, он не настолько подвижен, как хотели бы большинство игроков. Но в то же время он обладает хорошим альфовым орудием. В 560 единиц урона, 245 пробития, пускай не фонтан, но в конце концов можно кумулятивное зарядить. И если вас не смущает время перезарядки, которое и так составляет 15 секунд, и вы переключите себе оборудование на калиброванные снаряды, то нормально-таки существенно поднимите себе уровень пробития, но сразу обратите внимание, что это превратит время вашей перезарядки в 16 секунд. Мне лично комфортнее играть именно на орудийном досылателе, нежели увеличивать пробой. В случае необходимости я просто заряжаю голдовые снаряды. Что касается его ДПМа. ДПМ у него на уровне Плинтуса 2270 единиц. Это не ДПМная машина. Это машина, которую необходимо реализовывать, именно отыгрывая от Альфы. Стоит также отметить, что если вы за бой делаете 4 удачных выстрела базовым снарядом, то вы уже перешагнули через планку в 2000 урона. Это, я считаю, вполне нормально и очень даже классно. Ну а сделаете 5 выстрелов, того получается 2500. По-моему, тоже неплохо. Что касается угла склонения орудия вниз, всего лишь минус 6. Это действительно дискомфортно, будем говорить правду, какой бы она ни являлась. Что касается времени сведения, то терпимо неприятный. Я бы так его назвал показатель. Заценим это все непосредственно в самой катке. Что касается разброса, то в пределах божеских показателей. Ну что, берем КПЗ-70 и отправляемся на нем в первый попавшийся бой. Итак, друзья, КПЗ-70 выкатываем из ангара, как я говорил, исключительно для того, чтобы заценить его, как он играется в реальных рандомных боях по состоянию на сегодняшний день. И параллельно будем обсуждать данную машину. Если вас интересует честный обзор в стиле моего канала, то ссылку вы найдете в описании. Там есть зацен по броне, там есть сравнение с другими машинами на уровне и дополнительные бои, которые уж точно помогут вам принять взвешенное решение по поводу того, стоит ли вам прощаться со своей кровной голдой ради приобретения конкретно данной машины, ну либо набора в целом. Что могу сказать? Могу сказать, что для меня лично КПЗ-70 крайне неоднозначный тяжелый танк. В нем есть как существенные минусы, так и очень существенные плюсы. Существенным плюсом машины является то, что, несмотря на свою скудную подвижность, что является минусом, после набора своей максимальной скорости, он перемещается по карте очень-таки даже упрямо и быстро. Поэтому здесь сразу первый спорный момент. Второй спорный момент заключается в том, что машина обладает очень-очень альфовым орудием. Это действительно круто, и вы можете добирать тех ребят, которые имеют менее 500 ХП на счету. Это действительно классно. И вам достаточно сделать 4 удачных выстрела для того, чтобы набрать как минимум 2000 урона за бой. Ну вот сейчас я сделал 2 выстрела, и на моем счету уже косарь. Одновременно с тем, ребят, минусом данной машины является то, что вам необходимо потом пережить долгое время перезарядки. А это говорит о том, что вам необходимо держаться поближе к своим союзникам, для того, чтобы на время вашей перезарядки они поддерживали вас огнем по соперникам, и на себя, скажем так, перенимали их прицелы. Что касается прицелов соперников, опять-таки, неоднозначная машина в том, что от брони бывают рикошеты, но броня здесь есть только в башне. А что касается корпуса, то даже в прямой проекции танковать вообще нечем. Абсолютно легко и спокойно пробиваются как нижние, так и верхние бронелисты. Вроде бы все классно, вроде бы все хорошо, но параллельно с тем еще и подкачивает угол склонения орудия вниз. Поэтому особо от неровностей не поиграете. Ну и, соответственно, стоит готовиться к каким-то неприятным приключениям, типа вот такого вот. Как вы видите, пробивают абсолютно спокойно, ну и, соответственно, разбирают абсолютно легко. Стоило уехать мне от своих союзников, выйти немножечко вперед, ну и, соответственно, нахватался как собака-блох. Но это правда жизни. КПЗ-70, и я не собираюсь это все вырезать, я оставлю это в обзоре. По одной простой причине, потому что я хочу, чтобы вы видели все возможные варианты развития событий. И с моей стороны было бы крайне нечестно показать вам только какие-нибудь победные крутые бои с ошеломляющим количеством нанесенного урона. Ну а в дальнейшем, когда вы приобрели бы себе данную машину, увидели бы, что машина играется, ну прям совсем не так, как было показано. Не наступайте на такие грабли и смотрите обзоры, в которых вы видите не только победные, но и проигрышные бои. Ну или, по крайней мере, победные, но с не сильно крутыми результатами. В таком случае вы убережете свою золотую копилку от абсолютно необоснованных и, ну я бы сказал, неоправданных затрат. Ну что, досматриваем бой, берем машину и обязательно выкатим ее из ангара еще раз, для того, чтобы посмотреть, как она играется от боя к бою. Итак, друзья, поражение 1600 единиц нанесенного урона, далеко не фонтаны. На данной машине делать 2500 за бой можно, ну, абсолютной легкостью. Единственное, что бой должен соответствующе сложиться. Да, я существенно отстал от наших ребят. Т-57 Heavy, который доживает последние дни до того, как ему добавят времени перезарядки барабана, показал себя просто великолепно. Ну а что касается наших союзников, то они, о господи, соперников, то они отыграли действительно неплохо, молодцы и одержали данную победу абсолютно честно и заслуженно. Что касается КПЗ-70, то я думаю, что стоит показать его еще раз, потому что то, что было, это далеко не все, на что он способен. Итак, второй бой. Смотрим, кто у нас в поддержке. У нас в поддержке ВЗ-113 и больше никто не решил нас поддерживать. Было бы, конечно, неплохо, чтобы к нам еще ПТ-ха какая-то присоединилась. И ВЗ-113 принимает абсолютно грамотное решение в отношении того, чтобы не ехать и не быковать на линии тяжелых танков, а поехать куда-нибудь в центр или, возможно, зайти с Бортиным. Сейчас посмотрим, что он будет делать и поедем вместе с ним в виде танкоподдержки. Так. Т-57 Heavy опять приехал к нам в гости. Что касается, ребят, времени сведения и точности по орудию. Время сведения, сейчас попытаюсь вам показать, оно выглядит вот так. Ну, прям совсем долгое время сведения. Это одна из тех вещей, один из тех показателей, которые хоронят данную машину. Его хоронит время сведения, его хоронит отсутствие точности без полного сведения. И его хоронит, ну, прям в край долгое время перезарядки. Если бы ему апнули время перезарядки и дали ему хотя бы 12-12,5 секунд, то машина бы играла прям совсем другими красками. Ну, а так, ребят, машина уныло играется в большинстве своем и не требует от вас абсолютно никакой спешки. Я пытаюсь сейчас найти какое-то плюс-минус адекватное место себе в бою. Ну, на данный момент пока результатов никаких я не дал по настрелу, но я думаю, что мы это дело все поправим. Просто потому, что нам достаточно, как я говорил, сделать буквально несколько точных выстрелов и, соответственно, вырваться в абсолютные лидеры в команде по нанесимому урону. Так. А вот за вот это действительно КПЗ-70 стоит похвалить, и в этом действительно фишка машины. Когда у соперника остается менее 500 единиц альфы, вы абсолютно спокойно отправляете его отдыхать в ангар, ну и, соответственно, получаете дополнительные фраги себе в копилку, ну и накидываете дополнительного урона, что позволяет вам, как я говорил, выходить в лидеры команды. Ни в коем случае на КПЗ не стоит уходить от своих союзников, ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что вы сами затащите. Самостоятельно затащить у вас не получится однозначно, машина вам этого не позволит. Если вы схлестнетесь даже с одним соперником, который имеет хорошее время перезарядки, в частности, допустим, там в районе 7 секунд, то будьте готовы к тому, что он просто по ДПМ у вас разберет, а ваше альфовое орудие, да, позволит вам сделать какой-то один дополнительный выстрел и досыпет немножко урона вам в копилку, но не более того, на победу в стычке с вашим более скорострельным соперником вам рассчитывать, к сожалению, не придется. Не уверен в том, что сейчас я успею еще один фраг сделать, ну, просто потому что его сейчас доразберут. А, все-таки смог сделать четвертый фраг, но урона там было всего 180 единиц, что я лично там прям существенным показателем не считаю. Так что же такое КПЗ-70? КПЗ-70, как я говорю, это абсолютно неоднозначный тяжелый танк, который постоянно бросает из крайности в крайности. Вроде бы хорошо забронированная башня, но картонный корпус. Вроде бы неплохой урон, но самостоятельно его не реализуешь. Вроде бы неплохая подвижность, но с места двигается довольно-таки туго. Довольно неплохие результаты по фарму, но опять-таки с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт. И с учетом прем-аккаунта 84 косаря, можно сказать 85. Без према 65-600. Классный показатель, но далеко не идеален. Хотя фармить на нем действительно можно. Короче говоря, машина постоянно бросается из одной крайности в другую. И к этому, ребят, необходимо быть готовым, принимая решения в отношении приобретения себе данной машины. Стоит ли 10 тысяч? Да, стоит. Это девятка, и во многих руках она играется довольно неплохо. И многие игроки хвалят ее за то, что на ней можно наносить хороший урон и делать хорошие результаты на конец боя по настрелу. Другие говорят, что КПЗ-70 существенно устарел и на сегодняшний день играется очень туго. И в чем-то я соглашусь, потому что сейчас на 9-х уровнях, на 10-х уровнях появляется огромное количество новых премиумных коллекционных машин, которые в чем-то лучше, чем он. Но это правда про КПЗ-70. Если вы за правду, то подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайки и пишите свои комментарии по отношению данной машины. Что касается Скорпиона G, он появится на канале на честных катках буквально через полчаса-час после выхода данного видео. Ну и плюс к тому, ребят, оставляя комментарии, будучи подписчиком моего канала с открытыми подписками, комментарии, которые включают в себя не менее 7 слов, с указанием вашего игрового никнейма на Евросервере и по возможности вашего ID, вы автоматически регистрируетесь на розыгрыш, который состоится уже сегодня вечером на прямой трансляции, там, где мы разыграем премиумную машинку. Так что, ребят, не затягивайте, пишите комменты и регистрируйтесь. Я побежал снимать про Скорпиона G, а вас жду в гости. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.